добрый день давайте продолжим наш разговор о регенерации нервных тканей мы сегодня его как раз и закончим я вам хочу только привести один пример вот из этого списка например железо у моего ребенка было вне хватки то есть у него ферритин уходил в район 20 то есть не в ноль все еще это пределах нормы поэтому мне никто не говорил что это проблема но вот при этом уровне ферритина он меня уходил в то что называется low energy state который типичен только для спортсменов при таком уровне ферритина потому что у них большие затраты энергии похоже у наших детей тоже совершенно другая схема затрат энергии не такая как у обычного человека короче говоря вот этот уровень ферритина давал такой эффект что ребенок рвал не мог ничего есть его тошнило от всего и в итоге получался замкнут цикл он рвет теряет вес я ему что-то даю он не может есть и выходила из этого цикла таким образом я использовала добавку теросорб от турн которая очень хорошо поднимает ферритин и это активное железо без запоров без ничего и потом уже когда ферритин подымался он хорошо кушал набирал вес к сожалению я не сразу поняла что дело именно в этом и это ключевая проблема он все-таки не ел тогда говядину а из растений очень плохо усваивается железо это общее правило нет и не только для аутистов оно там есть но не усваивается и в итоге когда я уже это поняла я стала ему скармливать четыре баночки ферритин в год я подсчитала сколько нужно чтобы держать его железо на уровне ферритин его на уровне а потом он такие у меня стал есть говядину печенку и сейчас у нас все хорошо сейчас я могу опять уже экспериментировать чем угодно давать что угодно какие угодно добавки никакой вот и мы набираем прекрасный вес и принципе растем выросли уже больше мамы а так вот дальше я вам сдам список того что усваивается хорошо потому что для наших детей важно не только вот вот эта добавка b1 b2 она должна быть низко аллергенна она должна быть качественна и кроме всего прочего это должна быть форма которая легко усваивается организмом чтобы она не требовала дополнительной конвертации и кроме всего мы говорим о процессах мозги она должна быть жирорастворима чтобы попасть в мозг потому что у нас есть барьер между мозгом и остальным организмом называется black brain барьер как вам узнать какие же вам добавки нужны для вашего ребенка забудьте о тестах тесты вам не помогут организм работает и что вам скажут тесты про каждую клеточку вашем организме тем более что мы говорим что клеточка рабочая просто не хватает всего вот этого что и нужно и поэтому она переходит в режим энергосбережения у вас есть два способа того чтобы узнать что же нужно для вашего ребенка первый это вы добавляете по одной добавки как мы всегда делали и отслеживайте отслеживайте постепенно вот например сейчас я начала добавлять моему ребенку добавки которые нужны ему для выработки энергии я хотела чтобы у него мозг начал развиваться быстрее что решил организм посмотрел что есть энергия и сказал ой вот тут у меня инфекция на которую я давно смотрю но сил на нее у меня не было так вот вчера мой ребенок встал у него был полностью заплывший глазик я заподозрила то что называется периорбитал саллайтис побежала в больницу они подтвердили мой диагноз очень полезное образование получаю потому что это red flag и если бы мы немножко промедлили там очень нехорошие прогнозы можно и без глаз остаться и без мозга и без чего угодно и все это надо отслеживать если что-то происходит вот такое вы начали что то делать это происходит не из-за добавки это происходит потому что организм получил энергию конечно внимание на эти дома эти добавки период иди свои берете качественные добавки Madame получает энергию и начинает обращать внимание на разные проблемы вот в нашем случае человек сказал, господи, я так долго смотрю на эту инфекцию, уже сил нет моих на нее смотреть. И дал резкое воспаление, что для моего ребенка вообще не типично. Ну, в общем, сейчас мы на антибиотике, но ничего страшного, я даю пробиотик параллельно. Кстати, пробиотик надо давать параллельно с антибиотикой, не после. Если вам удается ввести добавку, но изменений нет, вы ее все равно не убираете, вы вводите следующую, потому что, может быть, вам не хватает комплекса препаратов. Потом можно убирать постепенно и смотреть, есть ли изменения, если есть, верните ее, убирайте другую. Потому что, может быть, какую-то часть ваш ребенок уже берет из еды. Я говорю с родителями, которые не первый день на диете, и уже достаточно продвинутся, кто не на диете, вводите диету, лечите кишечник. Это не для вас, то, что сейчас я говорю. Потом вы можете убирать добавки, менять комбинации, смотреть, как это на что влияет, но они у вас будут заканчиваться сами по себе, и вы будете видеть, вот закончилось, и вроде как оно ушло, и все равно у нас все по-прежнему хорошо прогрессирует. Это ПАКС виляет хвостом во сне. Итак, процессы, о которых я пишу, они по всему организму, они по отдельной задней клеточке, поэтому вы не протестируете где, чего у вас не хватает. И ваши клеточки, они способны проводить эти процессы, просто у них нет той же энергии, у них нет питательных веществ, то есть никакой тест вам ничего не покажет, тем более, что вот как у нас, это могло где-то быть локально, и вот тут вот организм увидел вдруг инфекцию и начал с ней бороться. То есть тестов нет, вы просто пробуете, и вы сохраните намного больше денег. У меня вот такая пачка тестов. Они мне всего этого не показывали. И вообще наши тесты сейчас показывают, что у моего ребенка все просто замечательно. Так вот, наша надежда должна быть на здоровые, наименее пораженные клетки. Нам нужно, чтобы они начали регенерацию, а потом они взяли все это в свое дело. Руки и новые здоровые нервные клетки начали уже плодить опять-таки здоровые клетки. И это вам обойдется дешевле любого теста. На выработке энергии мы, конечно, не можем остановиться, и этого недостаточно. Наши дети страдают от плохого детокса, внутриклеточного детокса прежде всего. Почему это важно? Потому что для работы каждой отдельной клетки нужно, чтобы в ней был порядок. И убрать токсины из клетки во внутриклеточное пространство, мы уже как бы уберем саму клетку, и мы перенесем эти токсины во внутриклеточное пространство. Вот там нам нужны эхилаторы. То есть вы внимательно слушайте, что я говорю. Я говорю вам, что вот это самое эхилирование, которое вам рассказывают, что это панацея, и вы можете начать его раньше, не пролечивая кишечность, не делая диету, вас обманывают, оно неэффективно. Потому что айвихилатор не может зайти внутрь клеток. Айвихилатор не может работать за пределами, зайти в мозг. То есть он просто убирается за пределами клеток и вне пределов мозга. То есть вот туда вы должны вывести токсины. Вы не выведете их никогда без энергии, вы не выведете их никогда, если у вас нет внутриклеточного хилатера, внутриклеточного детоксификатора. Я бы сказала, потому что хилатора внутриклеточного не существует. Внутриклеточный детоксификатор. Кто же это такой? Чтобы это произошло, вам опять-таки нужны питательные вещества и кофакторы. Это опять-таки биохимические процессы. То есть опять-таки вам нужен замечный кишечник. И этот кишечник должен все это принять из еды и вдобавок и отправить по организму. Теперь, так что же нужно на внутриклеточном уровне? Для выработки нашего антиоксиданта, главного антиоксиданта, глютатиона, нам нужны питательные вещества и следующие кофакторы. Питательные вещества, я говорю вам, еда, которую ребенок должен усвоить. К-факторы магний, Би-6, фолиевая кислота, Би-12 и глицин. Вы замечаете, что мы говорим постоянно о тех самых добавках, которые мы с вами успешно использовали. Только мы с вами использовали как? Давайте дадим Би-12 и посмотрим, будет ли что-то. Давайте теперь дадим фолиник. Хорошо мы знали, что магний и Би-6 надо давать вместе. Это самая хорошо известная терапия для аутистов. Более 30 исследований. И многие родители знают, что на Би-6 их детки замечательно прогрессируют. Мало того, многие родители имеют эту проблему. И сейчас мы еще знаем, что есть проблема КПУ, которая передается по наследству. И вот в ней проблема нехватки Би-6 одна из ключевых. А получить ее можно проще, например, ваши родители были на войне. Или ваши родители голодали. Они получают вот эту вот КПУ мутацию. И дальше они передают ее по наследству. Би-12. Неудивительно, что Би-12 нам так часто помогает. Посмотрите, во скольких реакциях он задействован. Глицин – это аминокислота. Можно сказать, что ТМЖ и ДМЖ – это тот же глицин, который мы тоже успешно использовали. Но тут вам нужен подбор. Вот я использовала успешно и глицин, и ДМЖ. Может быть, вам сработает ТМЖ. Начните с глицина. Фолиевая кислота. Мы уже знаем, что для аутистов очень важно подобрать форму фолиника. И та, которая не требует дополнительных преобразований, и где на вас не работают никакие генетические мутации, это называется метилфалат. К метилфалату мы потом еще вернемся, когда будем говорить о нейротрансмиттерах. И не поверите, мы почти закончили. Теперь к нашему списку я только добавлю несколько препаратов. Рыбий жир. Это источник омега-3 жирных кислот. Эти кислоты нам нужны для построения клеточных мембран. Они улучшают воспалительные процессы в организме. И они также нужны для разрушения крови. Крайне критичная проблема для аутистов. Но поэтому вы должны убрать омега-3 ресурс перед операцией. Они также являются частью гормонов. То есть, короче говоря, эти жиры нам нужны везде. И результатом служит то, что как только вы даете, когнитивные способности ребенка улучшаются. И аутиста, и не аутиста. И я сама его все время пью. Это действует на всех, потому что он уникален. Вы его не синтезируете. И вы должны его получить из этой мелатонины. Это мощнейший антиоксидат на многокриклеточном уровне. На два порядка он превышает мощность действия. Глютатионная. Это немыслимо. По нём столько исследований, что вы просто себе не представляете. Их более трёхсот. Его безопасность совершенно безграничная. Было исследование, когда мелатонин давали 300 грамм. 300 грамм. Представьте себе. 300 миллиграмм. И его давали в течение двух лет. Микрограмма, миллиграмм. Его давали два года. То есть это совершенно грандиозные дозы. И никаких проблем не было. То есть по сути, когда вы даже даёте 20, это всё замечательно. Но вы наращиваете дозу постепенно. Мы можем использовать оральную форму, но при этом не забывайте, она не попадает в мозг. В мозгу мелатонин должен либо выработаться, либо вы должны дать липоформу. Теперь есть липоформа мелатонина. Очень интересная форма. Она попадает в мозг. Мелатонин помогает регенерации нервных тканей. Но периферийных нервных тканей, не мозга. Но для мозга он для вас важен, как уборщик внутри клетки. Это то, что вам выведет токсины из клетки наружу. Витамин D. Это тот самый, который крайне низок практически у всех аутистов. Он помогает в регенерации миелиновых оболочек. Не удивительно ли, что витамин D также очень низок у тех, у кого рассеянный склероз. И он им улучшает ситуацию. Там та же проблема с миелиновыми оболочками. Теперь по поводу травок. Буквально парочка. Мелк Тис Клен. А это то, что мы называем расторопширой. Уникальный травяной препарат. Вы ничем его не замените. Улучшает работу печени. Грандиозное количество медицинских исследований. И врачи его рекомендуют. Если у вас даже введен хилатор. Если вы вывели токсины за пределы клетки. Хилатор их подхватил. Дальше он с ним не знает, что делать. Он его передаст печени. Печень должна переработать. Если печень не может работать нормально, вы ничего не отведете. Именно поэтому вы не должны начинать хилирование. Без проверки печени и почек. Это критично. Иначе вы просто убьете ребенка. И неудивительно, что есть исследования, которые показывают, что если дать расторопшую, то количество поведенческих проблем уменьшится. Правда, интересное исследование? Если печень работает нормально, если детексификация работает нормально, поведение улучшается. Замечательно. И последняя моя находка называется Ленсмейн. По-нашему это львиная гриба. Это грибок. Он растет на деревьях. Так как он грибок, то вам важно, чтобы он был чистенький, чтобы в нем не было радиации, чтобы он был органический. Он относится к числу наиболее ценных грибов. Если вам рассказывают, что их много и они все полезны, вам говорят неправду. Их всего несколько. Их эффективность, доказанное исследование, все остальное, это, как говорится, от лукавого. Но я вам сразу могу сказать, он у вас не прорастет в кишечнике, у него там нет нужных условий. Он вам просто даст вот тот препарат медицинский, который в нем есть, для того, чтобы помочь вам бороться с проблемами. С какими проблемами? У него есть гроус-фактор, фактор роста, который поможет восстановлению миеллиновых оболочек. То есть вам нужно не просто получить все вещества, для того, чтобы миеллиновые оболочки могли быть восстановлены, но и дать этот фактор, который вам их начнет восстанавливать очень усиленно. Успешно используется и даже для больных с сильным склерозом, и у людей с умственной отстазой, то есть даже у стариков, у которых все уже процессы идут на разрушение организма. Эффективность доказана, эффективность очень высокая. И теперь небольшое заключение. Когда я составила этот список, а также я сделала еще небольшой список того, что нам нужно для того, чтобы вырабатывать нейротрансмиттера, я это дам отдельным видео. Вот это вот все я посмотрела и стала проверять различные кондиции, которые связаны с умственной деятельностью. Умственная осталась рассеянный склероз, склероз Альцгеймера. То есть все-все-все-все. И оказалось, что все эти препараты вы при этом все используете. Только не полный список. То есть там попробовали то, там попробовали то, сказали, что для столького-то процента людей работает. Но опять-таки процессы, они не уникальны для каждого человека, они общие для всех. Уникальность – это то, где же произошла поломка. То есть, если взять все факторы, с большой вероятностью вы перекроете все надобности, а потом постепенно убираете, что наименее вероятно не нужно ребенку. И смотрите, есть ли изменения, если произошел регресс, верните обратно. Кроме того, что я еще планирую сейчас делать. Два года назад на конференции «Аутизм-1» был последний доклад доктора Брэдстрита. И он показал лазер, который он сказал, привезли ему из России. И он этот лазер планировал использовать для того, чтобы стимулировать рост тканей мозга. То есть то же самое, регенерация нервных тканей, о чем мы и говорим. Полгода я потратила на то, чтобы найти сам этот лазер. Он из России, он сказал. Я его нашла. А затем еще полтора года у меня ушло, чтобы разобраться, как же им пользоваться. Потому что протокол эти ребята мне тоже не давали. Они говорили, у нас идет исследование, пока мы его не закончим. Мы не дадим. Похоже, доктор Брэдстрит как бы с ними собрался это исследование вести. Ну, в общем, короче говоря, сейчас у меня уже все есть. И лазер есть, и препараты есть. И лето впереди. И я собираюсь всем этим экспериментировать. Буду вам рассказывать. Продолжение следует...